Добрый день вам! Я приветствую вас на занятии по обществознанию. Наша тема сегодняшняя «Учимся быть мужественными» она очень близка к предыдущей теме «Защита Отечества» и по сути мы закрепим имеющиеся у нас знания. Отныне вам доподлинно известно, о чём говорит статья 59 Конституции Российской Федерации о том, что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина нашей страны. Защита своей Родины – это оборона её в случае нападения на неё, в случае объявления войны или всеобщей мобилизации. Она обозначает охрану независимости страны, защиту населения, защиту территории и защиту ценностей материальных и духовных. И люди с волевым, мужественным характером, люди-патриоты, они понимают, что это не просто обязанность конституционная, а это то самое глубокое нравственное чувство долга. Перед вами военнослужащие, поступившие впервые на военную службу, и они приносят присягу. Они торжественно дают клятву соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников, достойно выполнять воинский долг, мужественно защищать свободу и независимость конституционной строй России, народ и Отечества. И уже после принятия присяги, после принесения этой клятвы, военнослужащий может привлекаться к выполнению боевых задач, за ним могут закрепляться оружие и боевая техника. Военная служба, в чем заключается, тоже теперь вы имеете об этом представление. Да, это несение боевого дежурства, это участие в учениях, и если кто попадает на флот, то в походах кораблей, это участие в боевых действиях и выполнение задач в условиях вооруженных конфликтов, когда человек подписывает контракт с Министерством обороны, и он уже на контрактной службе, это оказание помощи правоохранительным органам в защите права и свобод граждан, а также участие в ликвидации стихийных бедствий, аварий и катастроф, а именно последствий их. Военная подготовка у нас осуществляется в Суворовских, Нахимовских, военно-музыкальных училищах, кадетских корпусах и в кадетских классах. Вы знаете, что, получив повестку из военкомата, гражданин обязан явиться на медицинское освидетельствование, на заседание призывной комиссии. Служит он в течение 12 месяцев, а возрастной диапазон – это с 18 до 27 лет, когда он призывается. Человек, достигший 18 лет и изъявивший желание заключить с Министерством обороны контракт, он подает заявление в военный комиссариат, обычно в ту воинскую часть, где он проходит срочную службу, или в комиссариат, где он состоит на учете. В заявлении констатируется добровольность его желания, его функционал, его обязанности и его права, включая получение льгот, гарантий и компенсации. Разумеется, что для того, чтобы отражать любые вызовы, чтобы встретить любые угрозы, необходимо иметь и войска соответствующие. У нас создаются мобильные войска, в которых решающая сила роль отводится военно-воздушным и космическим силам. Подразделения быстрого реагирования действуют в сухопутных войсках, в авиации, в военно-морском флоте, в воздушно-десантных войсках. 10 лет назад была разработана государственная программа, и вооруженные силы обеспечены, согласно этой программе, новейшими средствами противовоздушной обороны, противотанковыми системами, баллистическими ракетами, новыми реактивными системами залпового огня и, конечно, новейшими системами связи. Перед вами реактивная система залпового огня «Смерч». А вот здесь перед вами летающий танк. А вот здесь крейсер «Авианосец Адмирал Кузнецов». Понятно, каждому понятно, что обслуживать военную технику, участвовать в походах, быть на учениях – это очень-очень непростое дело. Это трудно и это опасно. И человек, чтобы подготовить себя к этому, он просто должен думать о своем физическом развитии. Он должен вырабатывать в себе верность слову. Потому что безвольный человек, который привык выполнять свое дело кое-как, ему и на гражданке-то не сладко, а в армии он просто из себя может представлять угрозу, потому что он может подвергнуть опасности не только себя, но и своих сослуживцев, своих товарищей. Известный вам Алексей Моресиев, герой войны отечественной. И после войны он рассказывает, что выступает перед молодежью. Ему часто задавали вопрос о том, что, видимо, это вы родились уже с силой воли, с таким характером. Если вы в детстве были столь хилым и болезненным, и смогли все это преодолеть. И вы помните, что Александр Васильевич Суворов тоже в детстве отличался такой хилостью, хлипкостью, слабостью телесной. И спрашивают, и говорят, что, наверное, это ваше врожденное качество, способность преодолеть это, заставить себя. И он отвечал, что нет, конечно же. Воля, твердость характера и другие хорошие качества могут быть выработаны с самого детства. Воспитать в себе это можно. И, конечно, и выжил-то он благодаря вот этим своим болевым усилиям. А иначе там, в тех снегах, под какой-то березкой, и сдался бы, и замерз бы. А так человек вернулся в строй, и бил фашистов с воздуха, продолжил это делать. Александра Васильевича мы вспоминали уже вот высказывания его Суворова и какие можно отнести к воинской службе в наши дни. Всякий воин должен понимать свой маневр. Ну вот он был один из немногих полководцев, который ценил солдата и понимал, что солдат – это не пушечное мясо. Он должен понимать свою дислокацию, почему я здесь, что от меня требуется, ориентироваться в том, что он должен сделать и вот в обстановке. Где пройдет олень, там пройдет и солдат. Вот речь идет, видите, и о физической подготовке, и о выносливости, и о том, чтобы не сдаться, а пройти. Дисциплина – мать победы. Это понятно, что армия и сейчас у многих у вас в первую очередь ассоциируется с дисциплиной, с уставом, который надо исполнять в точности. И, конечно, сейчас до армии – это самодисциплина, однозначно. Солдат – не разбойник. Недавно мы проходили с вами 30-летнюю войну, на зарубежной истории. И вы помните, что там в закон был возведен тот принцип, что солдат на войне сам себя кормит. Война кормит саму себя. Что мародерство солдат было узаконено. Для них это был источник обогащения. Так вот, российский солдат, ему этого и близко не было. Ты не имеешь права грабить мирное гражданское население. Ты не разбойник, ты защитник. Солдату надо решить быть здоровым, храбрым, твердым, решительным, правдивым, благочестивым. Но здесь Александр Васильевич слово употребляет «благочестивый». Говорят о том, что он коленопреклоненно прочитал Библию не менее сотни раз. И благочестие – это библейское слово. Благочестивый – это нравственный человек, который им обладает лучшими качествами. Воспитал он их в себе. Или что-то ему досталось по рождению, какие-то от своих предков уже по крови, так скажем. И я благодарю вас в конце занятия. Я хочу сказать спасибо вам за последние выполненные вами работы. Многие из вас подошли к этому домашнему заданию весьма трепетно. И даже по снимку ваших работ я чувствовала ваше отношение к тому, о чем вы писали и о ком вы писали. Вам спасибо за это. На сегодня мы с вами прощаемся. И всего вам доброго.